Росбалт 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 отталкивался от общепринятого представления об этом понятии да что полицейское государство это когда граждане полностью под контролем так сказать власти да вот что такое в общих чертах да скажем представление распространенное представление о том что такое полицейское государство павел кудюкин говорил как историку говорил немножко другом о том об изначальном скажем немецком смысле который вкладывался в это словосочетание да это очень четко упорядоченное живущие по очень четким понятиям законам общества и государства и вот основываясь на этом значит кудюкин говорю что у нас то на самом деле понять законы очень нечеткие зачастую они принимаются достаточно размытыми с размытыми формулировками во-первых во вторых с отсылом это почти все наши знак законы в том числе и ключевые какие-то они как бы отсылают это законы непрямого действия мало того что у нас конституция непрямого действия до статьи конституции многие непрямого действия они отсылают к каким-то федеральным законам да но у нас и сами эти федеральные законы тоже непрямого действия а вот многие то есть они отсылают уже к действиям исполнительного органа власти это либо там совет министр правительства либо конкретный орган правительством мвд например да то есть и все в конечном счете упирается на волю и как конкретных чиновников да вот и поэтому на в этом смысле действительно если рассматривать современную россию с точки зрения классического немецкого представления о том что такое полицейское государство да у нас не полицейское государство не пойми что да и мы плюс еще гудюкин совершенно справедливо говорил что государство еще постоянно меняет правила игры вот то есть только люди решили что ну хорошо вот так вот правильно вдруг бац она уже поменяла правила игры вот и оказывается что это уже неправильно вот мы помним прекрасно вот например скажем такая но совершенно не политическая вещь когда предпринимательницу посадили в тюрьму и держали там по-моему несколько лет за то что она продавала булочки с маком до маковое дело куда маковое дело всем было очевидно 125 раз было сказано все эксперты подтвердили что мак используемых продуктов для пищевой промышленности не может использоваться для изготовления на ручке наркотики то есть это очевидно ну как ясный день да вот и что и ничего женщина сидела сидела многие годы значит на несколько лет насколько я помню в тюрьме вот это к вопросу о том так сказать что действительно правило и здравый смысл у нас зачастую не действует да вот так что я вернусь до вопрос в том как мы рассматриваем если в таком широком смысле до полицейское государство как то что именно государство правительство его органы пытаются контролировать все и вся пытаются именно до того чтобы все контролировать мы понимаем невозможно даже сталинское государство даже там государство гитлера да то есть вот те общества которые считаются классическими тоталитарными и они тоже все все всегда не могли контролировать но скажем пытаются да вот но в этом смысле да с условно с определенными оговорками да у нас можно назвать на нынешние государства полицейскими полицейским но вот можно ли сказать что проявление какой-то жестокости просто связаны например с приговорами участникам московских протестов или тем кто был осужден по делу запрещенной в россии организации сеть вот эти вот эта жестокость эти огромные приговоры это ведь наверное такой яркий признак полицейского государства когда людей сажают на 10 15 18 лет за то что они ничего не успели совершить я не берусь судить замышляли они не замышляли что-то там 58 томов одного дела 17 томов другого но вот какая-то жестокость ведь эксперты на вот на политклубе они говорили что это репрессии и пока они такие индивидуальные точечные точечные да да и вот эксперты говорили что до массовых не дойдет но вот на ваш взгляд это жестокость не говорит о том что скоро ведь все может повториться также как многие люди сейчас говорят это же 37 год знаете у нас действительно была очень интересная дискуссия и там сошлись разные точки зрения хотя люди собрались эксперты достаточно условно говоря близких взглядов но тем не менее разные точки зрения так вот марина шаповалова писатель-экономист да она говорила что как бы но нельзя проводить вот какие-то исторические параллели там с режимами которые нашего современного государства современной россии с режиме которые были там 30-40-е годы в европе например там да фашистская италия там испания времен генерала франка значит португалия времен диктатора салазара или там там витлеровской германии так далее нельзя потому что как бы мы попадаем вот в некие такие рамки которые ну суживают скажем так наш поиск понимание процессов происходящих и так далее но я думаю что действительно с одной стороны нельзя уж слишком увлекаться историческими параллелями да с другой стороны действительно о них нельзя забывать почему потому что мы должны как бы вот мы когда живем до любой любой человек когда живет и когда что-то происходит что вызывает у него оторопи удивление там возмущение он думает ну это вообще что-то невиданное раньше такого не было да а было ли вообще такое когда-либо да вот и люди начинают сравнивать и обычно сравнение идут с какими-то ну скажем шаблонными представлениями да о чем-то ну например сталинские репрессии это известно да что это массовые были репрессии там они касались коснулись миллионов людей так или иначе гитлеровские репрессии то же самое да но нас же вроде как миллионы людей не сажают не расстреливают наверное это все таки как бы не будем с этим сравнивать но если если это вот как бы обыденное такое сознание да сознание обыденного человека который сталкивается с чем-то что абсолютно не устраивает в обществе потрясает удивляет и отталкивает но он как бы а то скажем если он отталкивается от таких шаблонах представления о прошлом да то он не может найти параллели между тем если вы все-таки серьезно изучаете прошлое то вы эти параллели находите и параллели зачастую поразительные в том смысле что он совпадает почти там условно говоря на 90 процентов какие-то вещи да например в обществах тридцатых государствах вот этих тридцатых сороковых годов современной россии ну например вот скажем когда вот мы сравнили такие режимы как который я перечислил до современной россии горит но вот у нас же массовых репрессий нет так вот возьмите италию времен муссолини до фашистскую италию испанию времен франко там тоже не было массовых репрессий особенно в италии там не было скажем так того дикого антисемитизма который со всеми его проявлениями государь на государственном уровне который был в гитлеровской германии например в италии этого не было значит на всяком случае до конца тридцатых годов пока италия не стал военным союзником не не стал вынужден военным советником гитлеровской германии тогда гитлер надавил и там начались какие-то небольшие притеснения евреев но тоже масштаб был конечно не сопоставим с тем что был творил из германии в это время вот но вот если мы возьмем почти 20 лет правления муссолини в италии там но если я не ошибаюсь счет вот как бы репрессии того кого мы можем назвать репрессированными до тех кого убили или посадили по большей части посадили в тюрьму это четыре где-то пять тысяч за 20 лет то есть это ну как бы вы понимаете да что это не не тот масштаб репрессий которые можно назвать массовым вот то же самое при позднем скажем но никогда становление диктатуры генерала франка в испании было тогда были массовые репрессии против оппозиции а вот он же царство сидел на троне почти 40 лет вот большая часть его вот это управление там были тоже ну точечные репрессии да соответственно вот по этим параметрам мы находим как бы и кстати говоря и тот и другой режим и три гитлерская германия апеллировали к традиционным ценностям и так далее там к скрепам к скрепам да муссолини апеллировал к имперским ко временам римской империи гитлер апеллировал ко временам империи фридриха барбаросса то есть имперские идеи они очень на них собственно говоря строилась во многом внешняя политика обеих стран вот то есть параллели мы находим сразу же и на самом деле по многим другим скажем аспектам общественной жизни государства устройство государства там тоже можно найти параллели наверное вот я извините перебью нельзя не вспомнить такую трагическую параллель ведь устранение политических противников 27 числа пять лет со дня убийства бориса немцова они характерны по моему для всех этих режимов и при муссолини и при франко и при салазаре и при всех остальных диктаторах тоже это было точно это тоже было не массово никак при сталине конечно не так как убийство ригитле были везде да да были и что интересно вот мы же знаем что убийца непосредственных убийц немцова их посадили им дали до 100 большие 40 вот но вот интересно что известная история когда был убит тоже противник муссолини социалистом один его тоже его убийцу тоже посадили в тюрьму тоже отсидел несколько лет вот правда видимость за то есть видимость законности соблюдалась ну про гитлерской германии знаете мы можем вспомнить как например знаменитое дело поджоги эристага там же ведь димитров георгий димитров который был одним из главных фигурантов до болгарский коммунист поэт проходил по этому делу он был оправдан извините да немецким судом самым справедливым судом в мире да вот он был оправдан вот поэтому сказать что опять таки ну я как бы это может прозвучать этом святотатством да ну простите ну вот сказать что там вообще не было правосудия в нацистской германии тоже нельзя более того там на самом деле было очень зарегулированное общество вот все по законам по каким-то правил лица и да 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 то самое полицейское государство до другое дело что каковы были законы да вот эти вот когда начались расовые законы то это конечно же однозначно вело геноциду а вот евреев например евреев цыган скажем а вот да да вот очень важный момент был поднят на политклубе степень поддержки людьми россиянами нынешнего положения в том числе если это полицейское государство то значит и полицейского государства вот и гримин тусов поднял эту тему он говорил о том что если мы посмотрим на данные социологических опросов то три четверти россиян выступают в той или иной степени за некую сильную руку да то есть за лидера который бы ну а дальше можно по пунктам до обеспечива внутреннюю стабильность там обеспечил бы успех на внешне да я понял творение да вот во первых я вот не мог задать вопрос время политклубов адресу его вам можно ли можно ли доверять до сегодня социологическим службам которые мы знаем эти примеры зачастую меняют не очень удобные для власти результаты можно на своих опросов сразу мучаю можно потому что во первых у нас все-таки есть и более-менее независимая социологическая служба левада центр и данные опросов левада центр обычно не очень сильно отличаются от опросов циом в циом в общем-то тоже ставил учитывая что все-таки в этой сфере тут я как социолог уже рассуждают да и социолог и политолог учитывая что в этой сфере у нас хотя бы сохранилась какая-то конкуренция небольшая да то в циом не может совсем грубо говоря вестись государственных циом не может себя вести уж совсем неприлично да то есть когда они они например там скажем не проводят какие-то опросы которые могут показать что то что скажем властям неприятно да вот левада центр проводит такие опросы поэтому но вот те социологические опросы которые близки по те по теме у левада центра и в циома они показывают примерно одни и те же результаты поэтому наши социологии статистике уже мы как бы не очень можем доверять а вот социологи еще пока можно доверять и поэтому я вот как социолог и политолог я могу сказать что да можно верить вот этим вот опросам о том что большинство поддерживает политику грубо говоря политику партии правительства да и и лично владимир владимир путина который собственно и воплощает у нас собой власть то у нас на мой взгляд есть единственный институт власти его за у него есть имя фамилия и отчество да и владимир владимирович путин вот и этому институту до население в целом доверяет почему это а вот я предлагаю снова проводить вот эти самые исторические параллели это беспрецедентно или прецеденты были отвечают были были конечно вот были если мы вот вы знаете меня например поразил мало того что скажем референдума который проводил гитлер по поводу аншлюса австрии например в австрии они там давали но крымские результаты примерно там больше 90 процентов австрийцы скажут что ура аншлюз это прекрасно вот при том что он был абсолютно незаконен конечно но там это отдельный долгий разговор вот но на том как это было произведено но последующий референдум показал что австрийцы поддерживают это дело это не значит что часть австрийцев действительно не поддерживала аншлюз но другое дело что вот результаты референдума был приведен референдум референдум показал что больше 90 процентов австрийцев поддерживают присоединение Австрии к германскому рейху. Больше всего меня поразила какая цифра, что оказывается уже после войны, после того, как гитлеровские злодеяния были разоблачены, после того, как прошел Нюрнбергский процесс, на котором всплыли чудовищные факты, геноциды евреев миллионов, человек были убиты, сожжены в газовых камерах и так далее. Вот после всего этого выяснилось, что соцопрос проводился в Германии и больше 50%, по-моему, 55%, если я не ошибаюсь, немцев уже после войны, в 50-е годы, я подчеркиваю, через 10 лет после Гитлера, одобрительно отзывались о его политике, внутренней политике. Вот это факт, который заставляет задуматься, в чем здесь дело. Ну, на мой взгляд, и здесь мы не можем не провести параллель вот как бы с современной Россией, на мой взгляд, вот все такие режимы, которые я перечислил, и вот нацистской Германии, и фашистской Италии, Испании, и Португалии того же времени, 30-х, 40-х годов, а Испания и Португалия гораздо более поздние, вплоть до 70-х годов эти режимы держались, венгерский режим, там, румынский режим, и так далее. Вот все эти режимы, авторитарные режимы, они отличались, они одновременно, не будем забывать, были еще и социальным государством. Они одновременно были популистскими. Популистскими не только в том смысле, что их правители использовали политическую демагогию, но и в том смысле, что они пытались угодить своему населению. Есть даже в Германии некоторые следователи, немецкие, современные немецкие следователи Германии, нацистского прошлого, использовали такой термин для характеристики вот того государства Третьего рейха, как услужливое государство. Оно стремило в социальном плане действительно максимальному количеству немцев, грубо говоря, ублажить. То есть, вот интересный факт, что, например, в Германии не было голода вплоть до мая 45-го года, когда уже там большая часть территории Германии была охвачена войной, захвачена с одной стороны западными союзниками, с другой стороны советскими войсками, уже казалось, вот ад. И вот вплоть до апреля, начало мая 45-го года в Германии не было голода. Все было выстроено таким образом. Гитлер очень боялся, он учел урок Первой мировой войны, когда немцы голодали, собственно, в Первую мировую войну, и, собственно, поэтому произошла одна из причин революции 1918-го года, которая произошла в Германии, в результате чего там была свергнута империя, и началась... Он был свидетелем, даже участником, в небольшой степени. Да. И, собственно говоря, он учел вот эти вот уроки, и, собственно, все вот эти вот режимы авторитарные, они, но за исключением может быть режима Салазара в Португалии, но там в значительной степени был таким аграрным, вот, и население как бы кормилось само на подножном корву, насколько это было возможно, да. Вот. А вот все остальные режимы, которые я перечислил, да, они пытались как бы, ну, да, проводить некую сбалансированную политику, значит, в отношении широких масс людей. Это действительно не так. Ну, вот, да. И мы видим сегодня примерно то же самое проводится и Путином. Может быть, даже в меньшей степени, чем те режимы. Другое дело, что за счет чего вот те режимы европейские, как бы, за счет чего современный российский режим как бы пытаются поддерживать, одни пытались, другой пытается поддерживать, ну, скажем так, более или менее приемлемые условия существования граждан. Очень более или менее, но тем не менее. Ну, вот сейчас в России, получается, менее, чем более. Да, менее, чем более, потому что я буквально вот сегодня увидел последние данные счетные палаты, у нас оказывается до сих пор 30% детских больниц и по стране, 30% детских больниц и поликлиник не имеют вообще водопровода. Вы все можете вообще представить? Ну, я сегодня видел... В Древнем Риме был водопровод, вы понимаете? Я сегодня видел уже сообщение Минздрава о том, что счетная палата учитывала все здания вплоть до гаражей, и поэтому там такие данные получились, а так, значит, почти 90 с лишним процентов и непосредственно лечебных зданий и помещений оснащены, по крайней мере, хотя бы горячей водой. Но сам факт того, что вообще появляются такие цифры, он, конечно, намного заставляет задумываться. Я про другое, ведь у нас, согласно официальным данным, ну, около 20 миллионов примерно сограждан испытывают, в общем, острую нужду, скажем прямо. У них, они находятся как бы за чертой бедности или на грани бедности. В реальности больше. 20 миллионов это то, что, соответственно, по данным Роската. Да, да, по данным 20 миллионов. В реальности больше, да, это те, кто живет на сумму от 11, там, с чем-то тысяч, да, у нас прожиточные меньше сейчас, и ниже. Примерно так вот, да. Но, простите, на 11 тысяч уже давно невозможно прожить, да? Нет, ну, 20 миллионов, понятно, если по официальным данным 20 миллионов, то, если мы возьмем планку 20 тысяч, а не 12 тысяч, да, то эта цифра увеличится, ну, как минимум, вдвое. Наверное, так вот, при таком количестве людей, которые едва-едва освоят концы с концами, как три четверти... При этом и на 20 тысяч прожить уже невозможно. И как три четверти людей могут поддерживать руководителя, который, в общем-то, с их точки зрения должен им обеспечивать гораздо более приемлемую жизнь. Ну, понимаете, здесь два аспекта. Во-первых, люди действительно помнят 90-е годы, когда государство их бросило вообще. Вот не будем это забывать, что это было так. Ну, прошло уже лет 30, да? Нет, с 90-х годов прошло, ну, лет 20. Да, вот со временем, давайте будем отчитывать со времени пришествия, как бы, Владимира Путина. 20 лет, как раз, ровно. 20 лет, да. Ну, 20 лет, это еще, как бы, даже относительно молодые люди помнят. Ну, там, 30-40-летние помнят это. И это действительно было страшно. Вот. Я помню, как вот я, например, был вот в Кузбассе в 90-е годы, в конце 90-х годов. Вы знаете, у меня было ощущение, я ездил по этим шахтерским городам, что там прошла война, реально. Войны не было, но там стояли вот с разбитыми стеклами эти брошенные здания фабрик, там, вот этих угольных шахт. Значит, ну, это просто страшно было. Я думаю, не только там выглядело. Да, 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 да. Люди действительно голодали, люди умирали от голода. Это действительно так было. Тихо, как бы, но это было действительно так. Поэтому, ну, во-первых, есть вот это вот воспоминание о том времени, когда у людей просто вообще не было средств к существованию, в буквальном смысле слова, да. хорошо у кого, если кто-то там в маленьких городках или деревнях перебивался там огородишком каким-то, да. А у многих ведь не было этих огородов. Понимаете? И вот это было действительно, поэтому это первый фактор. Люди помнят о 90-х. Второй фактор, ну, это традиционно уже. Лучше пусть будет плохо, ну, хоть как-то, чем вообще никак. Плохо, но привычно, да? Да. Ну, хоть, ну, и третий фактор, о котором мы тоже не должны забывать, это распространенность банковских кредитов сейчас. Сейчас другое дело, что нарастает, как снежный ком, закредитованность населения. Вот. Об этом Росбал тоже неоднократно писал. Она нарастает со страшной силой. И, как бы, мы, это, этот мыльный пузырь, он, конечно, увеличивается, и он, конечно, лопнет рано или поздно. И мы помним, как, значит, вот, значит, министр, который заведует у нас экономикой, по-моему, глава Центробанка, они обращались к Путину, обращая внимание, что не пора ли ограничить вот это вот потребительское кредитование, да? грубо говоря, сейчас человеку нет денег, он идет в банк, ему с большой долей вероятности банк дает ссуду. Ну, не ссуду, а кредит потребительский, да? Вот. Потом даже происходит перекредитование, то есть, ему уменьшают, как бы, вот, процент, который он должен платить. Вообще принят закон о банкротстве частных лиц? Можно писать? Да, то есть, и, ну, эта система пока работает, но она не может работать вечно, вот что-нибудь важно, да? Вот, но вот... При этом, при всем человек выживает, да, это, и кредитованием сейчас охвачено огромное количество, насколько я помню, больше половины вообще занятых населения, там, миллионов 35, если у нас занятых миллионов 70, да, где-то половина из этого населения, они вот охвачены этим самым кредитованием. И пенсионерам дают кредит. И пенсионерам в том числе, да. Вот, и это, безусловно, тоже смягчает ситуацию с доходами людей, но это не может продолжаться бесконечно, вот в чем дело. И, ну, как оно будет в обозримом будущем, как, как бы, государство наше собирается выходить из-за ситуации, но это большой вопрос. Ну, и последний вопрос, вот, согласны ли вы стезисам, которые высказал один из участников политклуба, политклуба, что власти сейчас не нужно даже то гражданского общества, которое готово поддерживать власть? отчасти, может быть, это действительно так, но просто смысл этого высказывания в чем был, что ведь действительно, если мы посмотрим официальные данные соцопросов, то, как бы, там, Крым наш, да, на чем, собственно, держится сейчас власть у нас, на идее внешних успехов, ну, условно говоря, внешних успехов, мощи армии, значит, то, что мы всем там, Кузькину мать за рубежом показываем, на этом сейчас держится в значительной степени, в пропагандистском смысле, нынешняя власть, но одновременно те самые люди, которые говорят, да, надо продолжать такую политику, Россия стала с колен, и так далее, одновременно они живут на зарплату, там, 12-20 тысяч, там, чуть больше, чуть меньше, и одновременно они попадают в ситуацию, когда, там, скажем, экология, мусорные, вот эти вот проблемы, да, они сталкиваются с этим, и они видят, что вот местная власть, как бы, которая, кстати говоря, является частью вот этой самой вертикали, там, все члены единой России сидят, да, вот, что они решают как-то нехорошо, не в пользу населения все эти проблемы, вот, и, то есть, они с одной стороны, они поддерживают нашу главную власть, Владимира Владимировича Путина, с другой стороны, они возмущены, они все больше возмущаются тем своим положением, в котором они де-факто оказались, да, в экологическом, в экономическом смысле, в социально-экономическом смысле, это вот такое противоречие, которое люди зачастую часто на местах сами не осознают, или они списывают это на происки местных властей, или они списывают это на происки вообще неизвестно кого, вот, как мне один человек рассказывал, который ехал, значит, бороться, у них там, вот, рядом с их дачей мусорная свалка, но он полностью, целиком полностью поддерживает, значит, Владимира Владимировича, и он возмущается одновременно вот этой экологической ситуации, и его версия такова, что это специальные происки каких-то людей, чтобы расшатать центральную власть, вот такая вот власть, вот такая, как бы, загогулина, да, такая теория, опять про настроение людей, да, но люди неизбежно сталкиваются с реальностью, да, вот понимаете, с бытием. вопрос о том, нужна ли власти хоть какая-то общественная поддержка, или она вообще отметает любую инициативу снизу? Нет, я не согласен вот с тем, что власти, центральной нашей власти, нашей главной власти, тем, кто ее там подпирает, там, в лице, допустим, депутатов Единой России и так далее, не нужна общественная поддержка, нужна, и я считаю, что нужна им, недаром было этой же самой властью инициировано столько, как бы, ну, условно, вот таких общественных движений, там, движение «Наши», там, движение «Молодая гвардия» и так далее. Народный фронт действует. Народный фронт, да, будут, наверное, еще какие-то проекты, это все время попытка опереться не только на государственные структуры, но и на общественные. Кстати, говорят, тоже, если мы посмотрим параллели 30-40-х годов, то во всех этих государствах власть тоже старалась опираться не только на госструктуру, не только на силовиков, но и на поддержку каких-то общественных структур. Это тоже, как бы, характерно для всех авторитарных режимов, и ничего нового в этом нет. Поэтому в этом смысле они будут поддерживать общественные инициативы. И, понимаете, и общественная палата никуда не делась, и совет по правам человека никуда не делась. Другое дело, что их, как бы, нутро уже совсем, как бы, почти противоречит, вывеска остается, да, а их содержание противоречит тому, что там записано в их, может быть, уставных каких-то документах, целях и так далее. Но формально эти структуры остаются общественные. Вот. Но просто власть, наоборот, будет стараться, чтобы они все больше и больше поддерживали ее, да, любима. Вот. Это определенное противоречие, когда власть не может и не хочет, с одной стороны, и не может решить те проблемы, реальные проблемы, которые накапливаются в обществе, а с другой стороны, она нуждается в поддержке общества. Вот как будет разрешено это противоречие, я думаю, что ближайшее будущее покажет. Но мы знаем, что Владимир Владимирович обладает очень большой способностью к маневрированию между разными центрами сил и между разными общественными, скажем, структурами. Этого у него не отнять, и именно поэтому как бы бояре изо всех сил, понимая это, стараются, чтобы именно он продолжал руководить всем в стране. Потому что не у каждого как бы лидера в такой экономической, социально-экономической ситуации найдутся способности к таким маневрам. Ну что ж, будем следить за этими маневрами. Напоминаю, что вы слушали, смотрели подкаст «Включите звук» информационного агентства Росбалт. С нами был Александр Желенин, постоянный автор, социолог, историк. Вы можете нас читать, смотреть, слушать в удобное для вас время. Включайте звук. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok